В прямом эфире на странице в социальной сети ВКонтакте глава Самары Елена Лапушкина дала ответы и разъяснения больше, чем на 20 вопросов горожан. Охват тем самый разнообразный – от объемных, волнующих жителей целых городских районов, о безопасности, экологии, развитии инфраструктуры, до узкоспециализированных, например, о строительстве профессионального парка экстремальных видов спорта. Кому-то удалось дать ответ в прямом эфире, а некоторых горожан дополнительно пригласят на личный прием для детального обсуждения. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что такой формат работы удобен, позволяет охватить достаточное количество вопросов, но он все равно не заменит живого общения, поэтому такие эфиры станут регулярным дополнением к основной работе. Мне встречаться с людьми важно, важно видеть своими глазами ту территорию, о которой мне говорят. Мне очень важно видеть жителей, видеть их реакцию на то или иное, поэтому, конечно, я как выезжал, так и буду выезжать в район, как встречался, так и буду встречаться. Онлайн – это возможность объять необъятное, возможность объединить вопросы в какую-то тему и, наверное, в одном ответе ответить на большое количество вопросов наших жителей. Есть однозначно прелесть и удобство в онлайн-режиме в работе в этом. Прямой эфир прошел в рамках работы Муниципального центра управления городом. Это площадка, которая объединяет в себе несколько сервисов по обработке обращений граждан. Специалисты собирают вопросы из социальных сетей, через приемные администрации и ведомств, через раздел «Решаем вместе» на портале госуслуг и через телефоны горячей линии. Каждый вопрос отрабатывается профильными департаментами. Аналитики МЦУ обрабатывают их буквально в ежедневном режиме, без выходных. Обобщенные аналитические отчеты ложатся на стол главе Самары. Оперативно она получает информацию о всех горящих проблемах, о каких-то острых темах, которые требуют немедленного вмешательства, реагирования, комментирования. Те вопросы, которые были заданы под специальным постом в соцсетях, а их было более 150, но в эфире не прозвучали, переданы профильным ведомствам и департаментам, специалисты которых свяжутся с жителями и проинформируют их о результатах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.